ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я не знаю точно, сколько раз, и едва ли могу себе представить, что кто-нибудь скажет мне, «Одно твое слово стоит 100 долларов», но люди, получающие такую сумму за одно слово, существуют. Как-то я прочитал, что знаменитый писатель Ред Ярд Киплинг смог накопить своим писательством в себе огромное состояние. Я думаю, что одну из его книг, вероятно, знают все. Это книга «Джунгли». Это он ее написал. Как-то к нему пришел один журналист и сказал ему, «Мистер Киплинг, я читал, что если ваше состояние, которое вы заработали на своих книгах, сопоставить со словами ваших книг, то получится, что каждое ваше слово стоит 100 долларов». Произнеся это и ожидая получить из предстоящего интервью хороший материал, «Журналист достал из кармана пальто купюру, 100 долларов протянул их писателю и заявил, «Дорогой мистер Киплинг, вот вам 100 долларов, ну а сейчас я попрошу вас дать мне в ответ одно из ваших слов, которое стоит эти 100 долларов». В ответ Киплинг взял у него купюру с довольным видом и положил ее к себе в карман и произнес «Спасибо». И хочу вам сказать, что «Спасибо» — это действительно очень ценное слово, и не только благодаря той выразительности, которой оно обладает, но и из-за того, что сегодня, оно стало довольно раритетным и очень редким словом. Неблагодарность подобной эпидемии заполонила наше общество, но для благодарности нужно всего семь букв «Спасибо» — «С-П-А-С-И-Б-О». «Спасибо» — «Приносят чудеса». На этой неделе я получил письмо, за которое я должен поблагодарить одну нашу телезрительницу из Берхтесгадена. Эта женщина пишет, «Я не пропускаю ни одного выпуска программы «Надежда на завтра», и хочу просто хоть раз поблагодарить вас за то, что вы есть». Я прочитал ее письмо, и оно принесло столько радости моему сердцу. Кто-то поблагодарил нас за нашу работу. Когда я, готовясь к этой проповеди, задумался о нашей церкви, в столь переломный для нее период, я нашел столько много причин для благодарности по отношению к Богу и к людям, и тому способствовало это письмо. Сколько благословения мы получили за последние семь лет, сколько всего хорошего у нас произошло, из одного чисто формального прихода выросла настоящая община. Я могу даже сказать, что мы стали не просто общиной, а настоящей сборной. У нас есть все причины для того, чтобы быть благодарными. Мы не должны принимать все как само собой разумеющееся. И сейчас я хотел бы сердечно поблагодарить наших верных спонсоров. Своей поддержкой они помогают нам нести эти позитивные, христианские программы по всей Европе, а также через «Спутник» и в Азии. И сегодня у меня есть желание от всей души поблагодарить всех наших зрителей, которые нас поддерживают. Спасибо вам! Вы наши партнеры, и сейчас, после того, как церковь святой Агнессы была продана, нам приходится в качестве временного решения пользоваться гостеприимством евангелической и католической церквей. И то, что мы сегодня здесь, наполняет мое сердце благодарностью. Это не что-то само собой разумеющееся. И в Новом Завете мы тоже можем найти одну историю о благодарности и неблагодарности. Я хотел бы вам ее прочитать. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус — наставник, помилуй нас, погибаем!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам!» И когда они шли, полностью очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и полниц к ногам Его, благодаря Его. И это был Самаринен. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Так где же девицы? Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника?» И сказал Ему, «Встань, иди, вера Твоя спасла тебя». Послушайте, пожалуйста, дословный перевод этой истории, когда Иисус вместе со Своими учениками был на границе между Самарой и Галилеей, откуда-то издалека раздался ужасный вопль. Это находившиеся на предписанном им законном отдалении от других десяти человек с закутанными лицами, как призраки кричали «Нечистый! Нечистый!». Чудовищная, заразная болезнь заставляла их прятаться в этом гетто, а в этих пещерах для прокаженных. Все их прежние контакты, даже контакты с их родственниками, были им теперь запрещены. У них не было никаких шансов на возвращение в общество. Даже участие в богослужениях было им запрещено. Им нельзя было находиться рядом со здоровыми людьми, поэтому они существовали в полной изоляции, а на душе у них была внутренняя пустота. Они видели вокруг себя только немощь и смерть, поэтому они стали кричать «Нечистый! Нечистый!». И далее за этим их криком последовал другой «Ешуа! Равви! Помилуй нас!». И тогда Иисус повернулся к ним, и он ответил на их мольбы, будучи на расстоянии от них издалека. Но не потому, что он их боялся, нет, ведь он уже как-то исцелил одного прокаженного, коснувшись его рукой. Этот случай описан в Библии, в Евангелии от Матфея. Как-то к Иисусу подошел один больной. Этот человек был болен лепрой. Он пал перед ним ниц и воскликнул, «Если ты захочешь, то у тебя же есть необходимая сила. Ты можешь сделать меня здоровым. Я не знаю, правда, захочешь ли ты это сделать». И тогда Иисус с великой милостью посмотрел на этого прокаженного, простер свою руку, коснувшись его, и сказал, «Эта вера твоя помогла тебе». И этот человек исцелился? Нет, Иисус совсем не боялся этих прокаженных и не боялся их болезни. Тем самым он хотел кое-что показать, а именно, что для него нет никаких расстояний. Он может помогать и вблизи, и издалека. Он может помогать, когда его видишь. И он может помогать нам сегодня, когда мы его не видим. Потому что для него не существует никаких расстояний. Достаточно одного его слова, и оно помогает людям и сегодня. Еще в Псалмах сказано, что он послал Слово свое и исцелил их. Мы молимся за преследуемых в Иране христиан, но сами мы не в Иране. Они не видят Бога, но, несмотря на это, к ним приходят силы и помощь. Я познал это на личном опыте, находясь как-то в глубоком жизненном кризисе. Я уже через много-много лет узнал, что в это самое время, причем эти события никак не были связаны, так вот в это самое время, сам того не зная, обо мне молился один человек. Это иудей из Твери. Он делал это, потому что Дух Божий подвиг его на это. И в то же время обо мне молился и один американец из Канзас-Сити. Я познакомился с этими людьми только спустя много лет и услышал их историям. То есть для Бога не существует никаких расстояний. Он всегда рядом с нами. Я думаю, теперь-то вы понимаете, почему я заканчиваю каждую свою проповедь словами, чтобы прийти к Богу. Достаточно всего лишь помолиться. И вот все десять человек, по слову Иисуса, излечились от своей болезни, пока они шли к священникам. Но только один из них, всего один, потом вернулся к Иисусу, чтобы лично и очень сильно Его поблагодарить. В Библии сказано, что Он возвратился и пал ниц к Его ногам, прямо в грязь. Он упал лицом прямо в эту грязь и благодарил, благодарил и еще раз благодарил Иисуса. И как мне кажется, именно этот один из десятерых и выразил смысл заключенной во фразе «Нет, ничего тяжелее, чем человеческая неблагодарность». Как же часто мы принимаем многие вещи как нечто само собой разумеющееся, и не находим в своем лексиконе этого состоящего из семи букв слова «Спасибо». Слово «Спасибо» не стоит сто долларов. Слово «Спасибо» творит чудеса. Как же, должно быть, расстроился Иисус, увидев всего одного человека. А где же остальное девять? Разве я исцелил не десять человек, а тяжелые смертоносные болезни, и только один из них явился, чтобы поблагодарить Бога за свое исцеление? Если хорошенько подумать, то можно увидеть, что в этом случае Иисус не просто исцелил десять человек от болезни, не просто исцелил от психической или телесной болезни, исцелив их, Он вернул им их независимость, их свободу, их жизнерадостность, их общественную жизнь и возможность снова зарабатывать себе на жизнь. Он вытащил их из гетто, в котором они жили, и из попрошайнической жизни, которую им приходилось вести, ведь они были вынуждены жить на подаянии и пожертвования. А еще Он вернул им, их семьи. Каким же великим был дар Его немногих слов, и только один пришел и поблагодарил Его за это? Я думаю, что этот человек что-то понял. Он понял, что Ему послали не просто дар, Ему послали благодать. Через этого раввина Иешуа к ним пришла Божья милость. Девять из десяти получили свои дары и ушли прочь. Поэтому в Библии сказано, «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Мы слишком быстро забываем подобное. Я хорошенько подумал об этой ситуации и считаю, что у всех этих девятерых, которые не вернулись, должно быть, были убедительные причины. Поэтому они и не вернулись. Какие же могли быть причины, из-за которых они не вернулись, чтобы поблагодарить Иисусом? Все они давно не видели свои семьи. Они хотели снова увидеть своих жен и детей. Или же они хотели оживить свой бизнес? Деньги правят миром, так уж заведено в этом мире. У них поджимал график, у них просто не было времени вернуться к Иисусу и отложить всю эту конкурентную борьбу в сторону. А еще это чудо. Нужно было отпраздновать в кругу друзей, поэтому они устроили вечеринку по этому поводу. У кого в таком случае найдется время, чтобы вернуться назад по жаре и поблагодарить? Возможно, кто-то из них собирался это сделать. И сегодня в мире очень много таких людей. Они то и дело любуются своей святой кожей, и говорят, мне повезло. Ребята, я такой счастливчик. Они еще так вот плюют трижды, говорят, тьфу, тьфу, тьфу. Как это связано с Иешуа, скажется? Он сказал мне всего пару слов. Как они могли на что-то повлиять? Это мне просто повезло. Вот она, неблагодарность. Это нечто несимпатичное, нечто отталкивающее. Люди, узнавшие нечто хорошее и поведшие себя после этого неблагодарно, такие эгоисты. Часто они брюзжат. Они постоянно чем-то недовольны и делают все неохотно. И как результат, у них нет сил. Я думаю, что даже у самого Бога возникают сложности с неблагодарными людьми. Может ли быть так, что мы неблагодарны? Потому что мы так привыкли к благости, благодати, любви и Божьей милости и прощению, что эти блага уже стали для нас чем-то обычным. Мы так много слышим о Божьей любви, так много слышим о Божьей милости, так много слышим о том, что сделал для нас Иисус. Мы принимаем это как подарок. Спасибо большое, и на этом все. Как-то один маленький мальчик пошел с мамой в церковь и впервые услышал там историю о распятии Иисуса. И после этого он начал просто ужасно рыдать. А когда они с мамой вышли на улицу, мальчик сказал ей, «Мама, скажи мне, почему горько плакал только я? Ведь мы сделали такую плохую вещь с этим добрым человеком, он смог ощутить немного Божьих благодати, благости и преданности». Мы быстро привыкаем к тому, что находится у нас в распоряжении. Шесть тысяч звезд. Может видеть человек на ясном ночном небе. Шесть тысяч. Лично я их не считал, конечно. Я прочитал об этом. Но каждую ночь, когда небо ясное, мы можем видеть эти звезды. Ральф Уолда Эмерсон как-то сказал, «Если бы звезды на небосводе зажигались и были видны всего один раз в год, мы бы не спали целую ночь, чтобы ими полюбоваться». И так оно и есть. Есть в них что-то особенное. Если я вдруг окажусь в предместьях Берлина под звездным небом и буду в него смотреть, то у меня по коже побегут мурашки. Я так и представляю себе, как бесконечно они далеки, и как все дальше расширяется космос. И это ошеломляет. Это нечто великое. Но если мы подумаем об этом с другой точки зрения, то это небо всегда над нами. А значимость того, что постоянно находится в нашем распоряжении, мы легко недооцениваем, мы больше не ценим. Мы привыкаем к тому хорошему, что мы получаем, и понимаем всю его ценность только тогда, когда лишаемся его. Этим утром я внезапно осознал, что нашей славящей Бога команды сегодня нет на месте. А теперь представьте, что было бы, если бы и меня здесь не было, тогда бы проводить эту проповедь пришлось одному из вас. Так что мы часто воспринимаем многое как само собой разумеющееся. Мы никогда не задумываемся об очень многих вещах. Не относится ли это и к здоровью? Как же часто, посещая больных, я слышу такие слова. Теперь-то я понимаю всю ценность здоровья. И должен вам сказать, когда я выхожу из больницы, из этого особого воздуха и атмосферы, и оказываюсь на свежем воздухе перед больницей, тогда я говорю, «Слава Богу, я здоров». Когда я читаю о том, во скольких многих странах люди подвергаются гонениям, и о том, как люди живут в страхе и ужасе, ведь они не могут даже официально посещать богослужения, тогда я благодарю Бога. Я благодарю Его за то, что я живу в Германии, просто прекрасной стране, свободной и благословенной стране, и расстояние, и даль, вот какие существительные, бросаются в глаза в самом начале Библии. Снова и снова мы видим там эти слова. Иисус тоже исцелил прокаженных издалека. И те девятеро, которые не вернулись к Иисусу, остались где-то далеко. Но величайшее благословение, а не только целесное исцеление, познал лишь один из прокаженных, тот, который поблагодарил Бога, тот, который обратился в веру и направился к Иисусу, ибо благодарные получают большее. Благодаря обращению в веру и своей благодарности, он оказался рядом с Иисусом. Другие же остались на расстоянии от Него. Они сходили к священникам, показались им и сообщили, что исцелились, и все. Но один из прокаженных пришел к Иисусу, пал к Его ногам и стал изобильно и громко благодарить Бога. В Библии сказано, что он прославлял Бога. Он своим нутром понял, что перед Ним находится Сын Всемогущего Бога. И поэтому он пал к ногам Сына Божьего и тем самым признал перед всеми, что зависел от Него, что он не заслужил столь великого подарка. Он не заслужил Своего исцеления. В Ишуа Ему была явлена Божья благодать, и Его исцелили. Именно это и сказал Ему Иисус. Он сказал Ему не так, «Ты исцелился». Он сказал Ему, «Ты был исцелен». А это, собственно, означает, «Тебя спасли». Твоя вера тебя спасла. Твой дух, твоя душа и твое тело были исцелены. Ты был полностью исцелен. Ты пришел в гармонию с Создателем, то есть с Богом. Жизнь в благодарности высвобождает просто огромные позитивные силы. Просто попробуйте пожить так. Попробуйте на следующей неделе быть за все благодарными. Живите осознанной жизнью. Будьте благодарны за то, что пришел ваш автобус, и берлинский общественный транспорт вообще ходит. Будьте благодарны за то, что пекарь напек для вас свежих булочек, и выразите ему свою благодарность за это. Если вы живете с благодарностью, в вас высвободятся просто огромные позитивные силы и радость. И это просто удивительно. Чем больше мы благодарны по отношению к Богу, и чем больше мы ищем Его в молитве, в поклонении Ему, и в слушании и чтении благовествований, тем яснее мы видим Его деяния вокруг себя. Тогда у нас из головы словно вылезут антенны, а наши уши навострятся, наши глаза откроются для духовных вещей. Просто удивительно, что происходит, когда люди живут в благодарности. А далее я расскажу один случай, который произошел на рейсе АА-866. 12 американских солдат совершенно опустошенными, но все же с облегчением на сердце, возвращались назад на родину после войны в Ираке, когда первый из этих военных вошел в салон самолета, летящего из Атланта в Чикаго, рядом с ним внезапно оказался один бизнесмен и обратился к нему. «Солдат, какое у тебя место?» «23 Б, сэр», — ответил ему этот солдат. «Нет, сынок», — возразил ему бизнесмен. «Это мое место. Вот тебе посадочный талон в первый класс. Я благодарен тебе за то, что ты сражался за нашу страну». Такой была признательность этого человека. И с этими словами бизнесмен протянул пораженному солдату свой посадочный талон, а сам отправился в далекий путь на место 23 Б и сел на него. Его поступок вдохновил и других пассажиров. Благодарность этого бизнесмена вызвала какую-то волну в первом классе, и в итоге все они встали и последовали его примеру. В результате 12 молодых солдат, вернувшихся после выполнения своего служебного долга на опасной войне в Ираке, совершенно неожиданно возвращались на родину и к своим семьям в первом классе, которые они сами себе позволить, конечно, не могли. Разумеется, новость об этом распространилась по всему самолету, подобно лесному пожару, и рейс из Атланта в Чикаго прошел абсолютно необычно. Он стал радостным событием и веселым приключением. Это было не что-то само собой разумеющееся для возвращавшихся домой солдат. Многие совсем не поняли этого поступка пассажиров первого класса, но во время полета то и дело раздавали слова «Спасибо, спасибо, спасибо». Мы, пассажиры того рейса, даже не ожидали чего-то подобного. Это наверняка было одно из самых приятных возвращений домой с войны на родину в истории. Даже стюарды признали, что никогда прежде не видели ничего подобного на борту самолету. Один человек выразил свою благодарность, а благодарность — это очень заразительная вещь. И не только эти солдаты были рады вернуться домой, но и исцелившийся прокаженный из Самарии тоже. Он стал факелоносцем одного важного послания, которое сегодня актуально как никогда. И сегодня, спустя две тысячи лет, мы все еще говорим об этом Самаринине, который вернулся и выразил свою благодарность. Так давайте воспримем послание этой истории. Я выражу ее в трех пунктах. Во-первых, этот человек говорит нам, «Никогда не оставляйте надежду». Какой бы тяжелой ни была ваша судьба и какие бы трудности вы не испытывали сейчас, никогда не оставляйте надежду, ибо помощь может находиться прямо за углом. Во-вторых, благодарность стоит того. Благодарный человек ведет куда более счастливую жизнь, чем неблагодарный. Благодарность — это огромная и позитивная сила. Так пусть же она станет для вас стилем жизни. И, наконец, в-третьих, этот Самаринин мог убедительно, основываясь на собственном опыте, заявить, «Я знаю, что небеса не пусты». А чтобы прийти к Богу, достаточно всего лишь помолиться. И если вы откроете свое сердце для вашего Спасителя и Царя Царей, Он придет к вам и поселится в Нем навсегда. Поэтому откройте свои сердца для Него. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok